Да, это тот самый джили, в который я верил меньше всего. И думаю, что у вас будет точно такое же впечатление. Хэтчбэк на платформе старого седана М-Гранд 7. С передним приводом, пусть и на ходулях в 180-190 мм, потому что точных данных нет, это же Китай. Который стоит, к тому же, без скидок. 1,3-1,5 млн. рублей. Вы видите, что я делаю? Спорт. Да мы даже быстрее Тойоты Камы. Джили! Алло! Это что, Логан? И ладно бы, если бы тут был обещанный супер-турбомотор с роботом, с двойным сцеплением. Ну, кстати говоря, робот-то дошел все-таки до России. Это действительно гитрак шестиступенчатый, сухой. Но если вы думаете, что это преимущество какое-то в глазах его покупателей, то нет, ни капли, нисколько. Вообще нет. Потому что за эти деньги можно взять целую кучу всего переднеприводного. Вот, к примеру, зайдите на автоспот. Посмотрите, здесь автомобили со скидками в наличии по реальным ценам, которые есть на самом деле, а не какие-то там выдуманные рекламные. Что самое главное, вы найдете именно тот автомобиль, который впоследствии всегда сможете купить. Лень искать, оставили заявку личному менеджеру, и он связался с вами и подобрал нужный автомобиль. А еще с 18 по 28 ноября – неделя супер-мега-скидок черной пятницы. А это значит, что вы можете найти себе автомобиль еще дешевле. Автоспот.ру, ссылка в описании. Или можно взять вот это. «Мерседес». Два литра, 201 с лошадиных сил. Семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. И при этом он еще будет полноприводным. Джили! Алло! В то время, как у Джили у нас, как вы уже могли догадаться, 1,8. В 133 лошадиных силы. А это значит, что нужно устроить между ними гонку. Ведь, кто знает, может быть, за то время, сколько этот «Мерседес» уже колесит по дорогам, все его лошади убежали. Давайте это выясним. Так, автохолд убираем. О, прикольно! Обалдеть! У него защита. Она, короче, не даст стартовать резко, быстро. Короче, проблем. Ну окей, давай попробуем. Раз, два, три. Дай мне все свои силы! Господи! О, боже! 13,8! 13,8! Робот! Робот хорош, друзья! Робот молодец! Он хотя бы быстро все переключил. Но двигатель 1,8, ну это же ужас. Ну, как это можно за полтора, до миллиона покупать теперь? Я не могу себе этого представить, если честно. Вот вам просто замер. Нормально. До 60 за... Вообще, 5,9! Да, господи, да вольт! 12,9! 12,9! Ну, может быть, Ладу Весту объедем, и то не факт. 12,9! О, господи! Короче, лучший старт, это тот самый, когда ты не поджимаешь. Эта коробка просто не дает это сделать. И скорее всего, вы возьмете Мерседес, и у вас даже останутся деньги на то, чтобы привести в порядок все его болячки. И больше того, даже останутся деньги на то, чтобы заправлять его 98-м бензином. При помощи личного дворецкого, который будет следить за тем, чтобы вы не переливали бензин в свою горловину. Да, потому что с этим тоже, на самом деле, очень много проблем. Иначе Джеки Чан. Что делать? Главная фишка нашего Мерседеса, что его еще в порядок не очень-то и привели. Потому что вот он стоит рядом со мной, это бензиновая машина, но он уже дизелит. Хотя на скорость это, опять же, не влияет, как мы это уже выяснили. Теперь понятно, 3,4 до 60, не хрена, он быстрый 7,4. Не, на самом деле, вы спросите, какого хрена Мерседес что-то его взял, зачем? Это же вообще никак не сопоставимо. На самом деле, еще очень как сопоставимо. Потому что конкурентов у Джили GS не так и много. К нам еще не приехал этот клевый Сид Икс, или как он там, Про Сид Икс, Икс Про Сид, Икс Сид, Икс Сид, Икс Сид, Икс Сид. Нет, это Черри, блеха, опять Черри, господи, почему мы в видосе про Джили и Мерседес говорим Черри? Неважно, в общем-то, у него конкурентов не так и много. У нас приподнятых хэтчбеков в обвесе вообще практически нет. Это один из них, хотя некоторые называют его кроссовер. Но если вы посмотрите, то, пожалуй, по клиренсу выиграет Черри. Тьфу. Ф**ка, бля. Не знаю, просто настолько это нетрадиционная тачка для Джили, что просто жесть, на самом деле. У них даже формы крыльев, дверей, вот эти вот, да, они очень похожи. К сожалению, это так. Обвесик у Мерседеса отличается лишь тем, что здесь вот у нас крашеная губа. Это значит, что вы ей, если заденете, то придется раскошелиться. А у Джили с этим полный порядок. Губа не крашеная, сколько хотите, можете ее коцать. По бокам, на арках и снизу все окей, все есть. Сзади тоже очень похоже. Да, Мерседес выглядит чуть более динамичным, а Джили выглядит таким более пузатым, а сзади, смотрите, я хочу быть похожим на Ки. Ну ладно, но прикольно то, что у Джили гораздо круче выполнены какие-то мелкие детали. Например, смотрите, как вокруг выхлопа, да, у вас все окантовано, сделан низ бампера. Или, например, посмотрите, как сделан задний спойлер. Это, может быть, зацепит кого-то, кто выбирает автомобиль глазами. Но раз уж здесь таких нет, то предлагаю переместиться в салон. Пойдемте покажу одну фишку. Это очень интересно после того, особенно когда мы уже с вами провели гонку. Готовы? Спорт! Ну а что вы хотели? 145 сил, да, в Ладе Веста может называться спорт? А Джили что, со 133-мя? Нильня, что ли? Нильня? Нильня? Хопа! Посмотрите, как круто теперь делает Джили. А нет, это не Джили. Знаете, почему можно перепутать, что это Джили? Ну, кто так делает? Только Джили, мне кажется, и Китай. Ну, первое, что ты замечаешь, находясь здесь, что все, конечно же, по-мерседесовски. Ну как? Это значит, я хочу быть черным рыцарем. Все будет черным, черным, черно, с черным. И немножко, немножко, совсем немножко, конечно же, алюминия. В остальном, ну, сразу понятно, что все нормально будет с посадкой, потому что руль регулируется, и он близко. Он близко. Он, вот он, пожалуйста. Хочешь сесть как гонщик, ты можешь сесть как гонщик. Здесь, конечно, да, простовато. Здесь немножко что-то облезло уже за сколько километров. Я на драйве ни одну такую тачку не нашел с таким пробегом. У нас сегодня хороший автомобиль. Вы действительно можете купить себе еще на пару лет топливо, потому что пробег нашего автомобиля 117 тысяч километров. И за 117 тысяч километров, если уж тут что-то где-то чуть-чуть облезло, это не страшно. Потому что в остальном даже вот эта эко-типа кожа-не кожа искусственная, она даже нигде не просела. Сиденья практически выглядят как новые. Это огонь, я считаю. Так что не бойтесь пробега на Мерседесах, по крайней мере в салоне. Бойтесь его под капотом. Хотя, чек-энжин не горит, все нормально, все удобно. Да, фирменная стилистика Мерседеса, никуда не деться. Но посмотрите, зато здесь все свободно. Пожалуйста, хотите, сюда распихайте что-нибудь, хотите, сюда накурите. Мерседес какой-то толерантный еще к курильщикам. Всех бы под... Ну ладно. Короче, в остальном ты все-таки чувствуешь, что ты в Мерседесе. Чувствуешь, что ты сэкономил, когда брал... Хотя нет, ты просто чувствуешь, что он старый. Здесь можно только радио послушать, да? И вот этот дисплей, вот на что он годится. Разве что повесить на него вот такую замерялку. И больше, в принципе, ни на что. Конечно, да, он уже безбожно устарел в плане оснащения. Да так, что его даже обгоняют некоторые китайцы. Зато двухзонный климат-контроль. В принципе, все понятно. Пошли покажу джили. В салоне джили нужно тянуться за рулем, потому что нет регулировки по вылету. Нет, дайте мне руль сюда ближе. Нужно ломать голову, когда ты настраиваешь какие-нибудь станции, чтобы просто что-то послушать. Или просто найти любую другую функцию, отличную от этого. Понимаете? Здесь китайцам нужно дорабатывать. И, конечно же, ты миришься с тем, что у тебя зимой нет ни подогрева руля, ни подогрева задних сидений. А все знаете почему? Да потому что в Китае они нахрен не нужны. И тут ты начинаешь понимать, почему же она стоит так много денег. Она приезжает к нам из Китая. Это чистокровный китайец. Его не собирают нигде у нас, ни в Белоруссии, нигде бы то ни было. Потому что прогнозируемые продажи и тираж не такие большие. А если она из Китая, то что это нам, о чем это говорит? О том, что она оснащена по-китайски богато. Например, у нее есть панорамная крыша. Большая панорамная крыша. Мерседесу и не снилось на самом-то деле. Например, у нее есть камера заднего вида. Причем это крутая камера заднего вида. В нее отлично все видно. Не в пример некоторым китайцам, которые мы совсем недавно тестили. Посмотрим, сколько по месту. Влезет ли ваша семья назад, если вы ростом 187. Итак, вполне все нормально. Слушайте, отлично. Я влезаю сам за собой. Место над головой есть. Есть подлокотник. Опа. А теперь отмотаем немножко все назад. Конечно же, ты миришься с тем, что у тебя зимой нет ни подогрева руля, ни подогрева задних сидений. Да, подогрев сидений сзади все-таки есть. Просто он спрятан. Да, можете написать, что я не готовлюсь, ничего не смотрю, не делаю. И вообще обзорщик никакой. Есть. И он даже двухступенчатый. Огонь. Так что сзади здесь действительно огонь. Если бы не дизайн, который немножко подустарел, я бы сказал, что здесь огонь. Потому что здесь еще даже есть USB. Нет воздуховодов здесь, центральных. Есть только под ногами. Но есть полочки и есть USB. Это круто. Молодцы. Пошли смотреть Mercedes. Что-то мне подсказывает, что там все не так прекрасно. Да, дверки у Mercedes попроще. Представляете, у китайцев лучше двери. Закрываются. Ну ладно, может быть они, конечно, испортились. Очень низкая посадка. Очень низкий диван. В итоге ваши колени упираются в сидение переднего пассажира. Я не попадаю в эти выемки, потому что он сел максимально низко. И ему насрать, в принципе, кто сидит сзади. Короче, места здесь, конечно же, поменьше. А еще, а еще, а еще. Здесь есть воздуховоды, но какой ценой? Это что? Это что, Логан? Основное впечатление на ходу почему-то от рулевого управления. А все потому, что на самом деле оно еще такое олдскульное. Здесь простой гидроусилитель. А это значит, что постоянные подруливания, когда ты нажимаешь на газ, практически силовые. А это значит, что постоянное реагирование на всю колею. То есть машина бегает за колеей, как какой-то просто BMW. Но, конечно же, в остальном BMW тут и не пахнет. Например, возьмем тот же робот. Он вроде бы с двойным сцеплением, но в обычном режиме это настолько сонливая связка. То есть тут и двигатели, и экология, и задемпфированность педали газа очень сильно влияют на то, как вы будете ехать на этом автомобиле. Потому что реакция действительно затопает. Норможные. Поэтому приходится переходить в режим спорт. Вот здесь все становится немного получше. Но если вы хотите обогнать, то... Пожалуй, не стоит. Вообще просто летим. 150. 160. Нет, кстати говоря, вполне себе комфортный руль. Вот благодаря этому у вас никаких проблем с ощущением автомобиля на такой скорости тоже не будет. Гидроусилитель в этом плане хорош. Расход топлива. Вот эта кнопка. Вот понимаете, что я делаю? Вы видите, что я делаю? Это автомобиль в 2019 году. За полтора миллиона рублей. Я лезу к приборной панели и нажимаю на кнопочку, чтобы посмотреть свой средний расход в 9,9 литра. В плане ощущения от вождения очень точный автомобиль. Не по-мерседесовски, я бы сказал. Четкий руль. И очень классное шасси в плане управляемости. Ощущения от А-класса полностью подтверждаются. Удобство посадки. Сразу же превалируется удобство рулевого колеса. Как оно сделано. Кожа и обшито. Все. Сидишь хорошо. Сидухи тоже норм. Даже несмотря на то, что это самые простые, они сопоставимы с джели в плане какого-то своего, своей анатомии. Тормоза лучше, чем у джели. Устойчивость лучше, чем у джели. И, в принципе, все реакции лучше. Но это сейчас у нас комфорт. С чем вам нужно будет мириться? Что первое вы будете делать, как и любой владелец этого автомобиля? Конечно же, это убрать режим экономик из базы. Потому что каждый раз, когда ты заводишь автомобиль, он в экономике. В экономике этом режиме. Еле едет. Нифига не едет. В остальном... Да нет. Ну что тут говорить? Вы думаете, здесь вы будете о чем-то переживать? О том же, что и в джели? Нет, конечно же. Здесь все на голову выше. Все ездовые ощущения. И что он просто следует за этим рулем автомобиля. Тебе не надо напрягаться, его отлавливать, с ним бороться, что-то делать постоянно. Работать не надо. Это машина другого порядка. Здесь ты за рулем отдыхать будешь. Там ты все-таки немножко поднапрягаешься, еще работаешь. Давайте проверим тогда, что же у них с подвесками. Ведь это самое интересное. Mercedes, а это значит синоним комфорта. Единственное, что-то дребезжит в багажнике. Но я бы тоже дребезжал, если бы я был этим Mercedes. Джели, а это значит синоним мне тебя не жалко. 20, и он уже начинает распрыгиваться. К сожалению, он комфортен здесь, для Джели, к сожалению. Вот здесь у нас 40, все окей. И 50, окей. 55, 60. Ни хрена себе. О-хо-хо. Мерс, Мерс офигенен. Я, я что-то в шоке. Просто, друзья, я думал, что это будет чуть ли не единственная категория, где Джели у нас победит. Сейчас я уже в этом сомневаюсь. и так, 55, 60, ага, вот, 62, немножко плавать начинает. То есть, в принципе, ядопые пробои на 60+. Все, все понятно, все, Mercedes, все окей, молодец. Практически с этим всем легко справился. Остается только проверить, Джели. Так, на этих волнах ую, по РСТ, но упругая подвеска, но тоже к 20 квадратов распрыгивается. Комфортно, и значит, должен быть на волнах. Итак, 45, 50, 50, никаких проблем. 60, ой, ой, по РСТ. Ну, слушайте, 60, достаточно хороший уровень, достаточно хороший уровень, тоже съедает, но чувствуется, что не так комфортно, как в Mercedes. Набрал 60, 62, о, с траектории уплываем. 60, 60 едет, но нет, нет, 59, даже 59, нет, Mercedes побеждает, друзья, Mercedes победил. Ну, даже, даже банальное, это снятие с ручника автоматическое, да, старт с места, оно в Mercedes комфортнее и лучше. это же Mercedes, мать вашу, рыжий. Ух! Да, и у Джили, кстати говоря, тоже это есть. Там подвеска отстреливает, отстреливает. Именно. На ямах, на лежаках, передняя подвеска, как на ваге, в принципе. Там делает пум! на Mercedes, на Mercedes, и опты, и опты, и опты. Mercedes, сейчас посмотрим. Ух, ёпт. вон, ну, 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 мать, что здесь случилось с дорогой вообще, а? Итак, обе машины претендуют на то, что это всё-таки хоть немножко, но семейные автомобили, хэтчбеки и всё такое. Поэтому вот вам багажник. Достаточно небольшой, но, в принципе, сюда можно много чего положить. В сток-комплектации у нас идут, идут, в сток-комплектации у нас ещё идут запасные брызговики, которые всегда можно оторвать на оффроводе, если бы у нас был полный привод, но у нас его нет, поэтому они нам не нужны. И, конечно же, конечно же, очень удобный коврик, очень прекрасный коврик, отличный, джили на нём написано, и офигительная петелька подпола, чтобы, я не знаю, поднимать, видимо, вот отвертка, она здесь и нужна, чтобы вот так ты её туда пихнул, и, возможно, тогда поднимешь и посмотришь, где моя запаска. Ага, отлично. Она всё-таки есть, здесь у вас дополнительный такой органайзер, там докатка, докатка, узенькая, маленькая, но есть, молодцы, здесь ещё кучу всего положите. Ну, в принципе, жить можно, хотя погрузочная высота большая, но объём всё-таки есть, и это радость. Пошли посмотрим Mercedes. Ведь это Mercedes, он же думает о людях, наверняка. Электропривод, и вот, электропривод, но уже не очень работает. Либо это так настроено, чтобы он поднимался вот так, скорее всего. Посмотрите, здесь больше багажник, он глубже. Молодцы. Да, думает о людях, особенно о людях в России думает. Вот вам, пожалуйста, буксировочная проушина, и... всё. Господи, спаси и сохрани мои шины. Пожалуйста. Носим всё. Электропривод работает. Это топ. Тут вывод очень простой. Если вы хотите Mercedes, то, конечно же, вы не будете смотреть на Geli. Но что будет, если вы захотите посмотреть на Geli? Ну что ж, начнём с того, что этот автомобиль сам по себе не успел выйти в тот момент, когда ему нужно было выходить. Сейчас, когда мы его вот смотрим, когда китайцы всё-таки решили его к нам привезти, уже есть ещё один автомобиль, который стучится на наш рынок от тех же самых Geli, который, ну, когда придёт, он просто пинком под зад вот эту штуку отправит к себе домой. И я не уверен, что вы найдёте хоть одну причину после того, как на рынок выйдет Geli SX11 купить именно вот этот автомобиль. И единственное, что его может спасти хоть как-то, это огромные скидки от самой компании Geli. И вы, конечно же, скажете, зачем ты сравнивал тогда, если действительно такая большая разница, а кто знал, да, что даже БУ с БУ, обычно, как мы сравним новый автомобиль с БУ, да, они всегда были какими-то такими, ну, возможностью вступить в другой класс и почувствовать эту роскошь за более приемлемые деньги. Сейчас я не скажу, что оснащение этих автомобилей, оно сильно выигрышное вот там, да, например, в Мерсетесе. Нет, только техника, только сам автомобиль как с инженерной точки зрения. Да, он действительно там круче. Но, друзья, вы будете правы, сказав, что я сравниваю не с теми автомобилями, но действительно, именно тех автомобилей, с которыми нужно сравнивать эту тачку, их просто нет у нас на рынке пока что. Или это кроссоверы, или это, например, Rio X-Line. И в случае, если вы будете сравнивать его все-таки с Кореей, то у него будет гораздо больше шансов. Но только до тех пор, пока опять же дело не упрется в ценник на эти тачки. На этом все. Всем спасибо огромное за внимание и до новых встреч. Пока. Газ в пол! Мы набираем, мы обгоняем Toyota RAV4. Да мы даже быстрее Toyota Camry. Наверное, 3.5. Понимаете? И вот уже даже оповещение, что мы разогнались больше 120 км в час. А это очень быстро, поверьте мне. Короче, мощно. Это было мощно. Toyota остались позади. Это главное.